Москва. 13 октября 2009 года. Ваганьковское кладбище для посещения в тот день было закрыто. К воротам одна за другой подъезжали дорогие машины, и из них выходили солидные мужчины и откровенно криминальные рожи. Прикрывали там движение несколько раз, потому что народу было очень много. Гроб Вячеслава Иванькова был накрыт российским флагом. И проводить его пришло полтысячи представителей криминального мира. И тысячи людей законопослушных, ему благодарных. Государственных наград не было, но вот это количество венков, оно, по сути дела, заменило государственные награды. В 2005-м он вернулся на родину из Соединенных Штатов Америки, где 10 лет просидел в тюрьме. Я вернулся к себе на отчизну. Для меня это великий праздник и великие события. Я верю всех вас. Для меня это тоже праздник. Потому что вы мои соотечественники. Вы сыны и дочери русского народа. Я ваша частица. Он действительно был частицей России. Даже, можно сказать, важной частью. В историю страны вошел под кличкой Япончик. Москва. 27 июля 2009 года. Момент покушения на Япончика зафиксировала камера видеонаблюдения. Поужинав, Япончик выходил из ресторана «Тайский слон». Его сопровождал телохранитель и секретарь деда Хасана по кличке Садко. Раздался выстрел. Охранник и Садко втащили раненого Япончика в ресторан и уложили на кушетку. Было два выстрела. Один выстрел попал прямо в Япончика. То есть он сразу падает. Был второй выстрел, он попал в стекло. То ли пытались убить этого Садко, но который рядом с ним был, то ли еще кого-то. Сыщики найдут на противоположной стороне Хорошевского шоссе, на котором находится ресторан «Тайский слон», припаркованную «Газель». В ней и прятался киллер. Как это часто бывает при заказных убийствах, выстрела, сопровождающие Япончика, не слышали. У снайперской винтовки был глушитель. Садко рассказал, что у него с ладонью была дыра сзади. То есть выбитая оттуда кровь текла. И они все тряпки, все, что было, бумаги, бумаги какие-то, салфетки, забивали-забивали, то есть кровь не могли остановить. Она текла просто ручом. Япончика привезли в Боткинскую больницу и сделали операцию. Он получил ранение не в голову и не в сердце, что было бы гарантией скорой смерти. Ему выстрелили вживо, что в криминальных кругах считается актом страшной мести. Человек умрет, но не сразу. И муки его будут долгими и ужасными. Моя задача была организовать вокруг Боткинской больницы охрану, чтобы в дальнейшем не было покушения на его жизнь. Началось то, что мы ожидали. Начали авторитеты, воры в законе. Врачи Боткинской больницы с облегчением вздохнули, когда Япончик переехал в частную клинику на Каширском шоссе на территории онкоцентра. Там за лечение авторитета были заплачены огромные деньги. Но у Иванькова начался гнойный перитонит. Его погрузили в состояние комы. Потому что выдержать это лечение в сознательном состоянии, больному бывает очень тяжело. И вот сводки о состоянии его здоровья, они регулярно появлялись в средствах массовой информации. И, в общем-то, было абсолютно непонятно, кто это такой государственный, общественный, политический деятель. Из комы Вячеслав Иваньков уже не вышел. И через два с половиной месяца умер. Это случилось 9 октября 2009 года. Япончику было 69 лет. Москва. 10 октября 2009 года. Утром родственники Вячеслава Иванькова перевезли его тело из морга на Каширском шоссе в морг на Волоколамку. Он меньше. О нем еще не прознали журналисты. И это было важно. Многие из тех, кто пришли проститься с Япончиком, не хотели быть объектами внимания милиции или прессы. Они приходили, прощались, уходили. Следующие приходили, приезжали. Вот так вот целый день. Прощанием в морге управляют два секретаря деда Хасана Садко и Барабаш. Сам дед Хасан находится в это время в Средней Азии и не может приехать проститься с другом. Но Садко и Барабаш все время с ним на связи. Дед Хасан потребовал денег не жалеть. Похороны вообще любого вора в законе, это ритуал такой. Они должны показать этими похоронами, что человека уважали. Посмотрите, сколько цветов, сколько машин, какие люди приходили. Это очень важно. Япончик лежит в самом дорогом гробу, который нашелся в то время в столице. О нем уже на следующий день напишут и комсомольская правда, и известия, и аргументы, и факты. В таких гробах коронят, конечно, очень богатых людей. Вот примечательно то, что он был с подсветкой и с кондиционером. Данный гроб открывается и закрывается с помощью ключа. Это двухкрышечник. Внутри он обит велюром. Подушка также выполнена с натурального велюра. Аналог гроба из красного дерева, в котором похоронили япончика, сегодня стоит 1 миллион рублей. В нем подвижная ложа, позволяющая менять положение тела, чтобы все могли хорошо рассмотреть покойного. Действительно, есть кондиционер. Опускают в могилы такие с помощью специального лифта. Похороны япончика специалисты ритуального дела оценивают примерно в миллион долларов. Миллион долларов – это приемлемо. Бывает и больше, может быть, и несколько миллионов долларов. Московская область, 2008 год. Пироговское водохранилище. От берега отчаливает прогулочный теплоход. Такие часто используют для корпоративов и свадеб. Но на плавучем средстве не видно жениха и невесты. Это крупная воровская сходка. И оперативников никто не ждал. Генералы криминального мира собрались по извечному поводу, который вновь обострился. Опять началась война между славянскими и кавказскими ОПГ. Славянскими рулил дед Хасан, кавказским кланом Триел-Аняни. Япончик пытался с ним договориться. Он был на стороне деда Хасана. Ну, это всего лишь казус Белли, повод к войне, что ли, как говорят дипломаты. На самом деле он отставил свою власть. Через две недели после сходки на теплоходе Вячеслав Иваньков был расстрелян возле ресторана «Тайский слон». И журналисты сразу ткнули в сторону Триела-Аняни. Вот главный враг Япончика. Это он убил Иванькова. Это неправильно. Коро, это Триеля-Аняни, да, но он никакого отношения к убийству и человеку Иванькову не имеет. Приводят там других паровзаконных, это был конфликт. Это тоже неверно. Мне кажется, бары в законе к убийству человеку Иванькова никакого отношения не имеет. Москва. 11 октября 2009 года. У гроба Япончика женщина, которая прилетела ради прощания с ним из Соединенных Штатов Америки. Фаина Комиссар на похороны приехала в сопровождении личной охраны. Жизнь связала их в начале 90-х. Да, госпожа Комиссар с одной «С» у нее фамилия. Вот она сейчас, Комиссар сейчас стала полноправной владелец вот этих участков в Барвейке. В США Япончик оказался в марте 1992 года, почти сразу после освобождения из тюрьмы. Как он умудрился, имея зэковскую справку, получить загранпаспорт и визу? Некоторые эксперты считают, что выехать в Америку ему помогли российские спецслужбы. Позже уже в США при обыске сотрудники ФБР найдут у Япончика целую пачку поддельных паспортов разных стран. И все они будут похожи на те, что делал для своих агентов КГБ Советского Союза. Именно с такой пачкой паспортов был пойман в Израиле советский шпион Шабтай Калманович, который был близким другом Иванькова. Но в Америке Япончик не шпионил и на благо Родины не работал. Для чего он поехал в 92-м году за границу? Потому что через фирмы, вот эти вот различные подставные фирмы, в то время переводилось огромное количество денег. Денег было столько, что на них можно было покупать целые острова. И он как бы опять мог поехать туда, как смотрящий за этими вот богатствами. На американскую землю он вступил в качестве директора картины, киностудии которой руководил Ролан Быков. И вскоре заключил фиктивный брак с Ириной Ола, аккомпаниатором популярного певца Вилли Токарева. Ирина была гражданкой США. Благодаря этому Япончик смог осесть в Америке надолго. Но когда за Иванькова взялось ФБР, и он попал на скамью подсудимых, старая корова, как он ее называл, перешла на сторону американского правосудия и мужа своего слила. Жена фиктивная призналась под присягой, что да, я фиктивная жена. Жил он не с Ириной Ола, фиктивной женой, а жил он с воинной комиссар, местный иммигрант. Настоящий вор в законе обязан соблюдать определенные правила. Своеобразный кодекс воровской чести. Не кради у ближнего. Вовремя плати долги. Не лги своим. Никогда не обращайся к милиции и органам власти. Не занимайся бизнесом. Не бери в руки оружие. Не убивай. И не женись и не заводи детей. Старые воры в законе были настоящими аскетами. Не имели богатых квартир и домов. Скромно, почти в тюремном стиле питались. И главное, были одиноки. Вор не мог не иметь семью, ни детей, ни жену. Это якоря. То есть, с которыми его могут шантажировать. Он гол как сокол. Он не привязан ни к чему. Сегодня здесь, завтра там. Вячеслав Иваньков имел множество любовниц и был женат на ассирийке Лидии Айвазовой. Имел двух сыновей, Геннадия и Эдуарда. Но это было до того, как он стал вором в законе. Перед коронацией, находясь в бутырской тюрьме, он оформил официальный развод. Она где-то работала в торговле. Но они были совершенно разные люди. Их обитняли, ладно, дети. У нее была своя жизнь. А у него своя жизнь. Виделись они очень редко. Криминальная карьера Япончика пошла резко в гору в середине 70-х, когда он познакомился с Геннадием Корьковым по кличке Монгол. Япончик был мелким вором, но приглянулся Монголу, потому что был чемпионом Москвы по боксу. И было видно, что не дурак. Он быстро влился в самую страшную банду столицы. Они пытали новых русских, чтобы было более понятно. То есть директора магазинов, в основном у тех, у кого были деньги. Они были вооружены. И вооружены не просто огнестрельным оружием. Это в то время было. Это вообще крайне редко. И очень было такое неординарное явление. Япончик наладил эффективный сбор данных о богатых людях. На него работала целая агентурная сеть, и работы у банды стало очень много. Взяточники, спекулянты, цеховики и другие барыги испытывали просто животный страх. И никогда в милицию потом не обращались. У них метод был простой. Они человека-должника ложили в гроб и возили. Говорили, возвращаешь. Нет, могила была выкопана. И начинали пилить этот гроб пилой. И если человек не отдавал, вместе с ним распиливали и закапали. Япончик придумал криминальные спектакли с переодеванием. Раздобыл милицейскую форму, и жертвы открывали банде дверь, думая, что это представители правоохранительных органов. Задачей было не только вытрясти все, что есть, но и поставить человека, как станут говорить в 90-е, на счетчик. Одного такого теневика, по-моему, из стулы, распиливали дважды. А одного и вообще закопали. А потом выкопали в гробу. Ну, Вячеслав Кирилл стоял в сторонке и наблюдал. Никаких действий он не принимал. Япончик был всегда принципиальным противником пролития крови. Говорил, что человек он верующий, и смертных грехов, к которым относится убийство, никогда не имел. Он, ну, как бы опирался на силу своего слова. То есть его слово было не столько красочным и красивым, насколько увесистым и твердым. Я никогда никого не боялся. Я всегда иду прямо в жизни. Нет на земле ни одного человека, которому я не мог бы смотреть прямо в глаза. Я всем смотрю прямо в глаза. Москва. Октябрь 2005 года. Это был седьмой судебный процесс в жизни Вячеслава Иванькова. На этот раз его обвиняли в двойном убийстве. На защиту встали верные друзья. Если его называют, как вот я читаю в газетах, вором в законе, то для меня он честный вор. Вилли Токарев был лично обязан Вячеславу Иванькову. Япончик спас его от рэкета в Бруклине. На него наехали определенные лица преступного мира американского. То он сразу прибежал к Вячеславу Кирилловичу и сказал, что вот так и так, Слава, я работаю, мне деньги достаются тяжело. И Слава в течение 24 часов решил эту проблему и не работать. У дверей московского городского суда были замечены и другие звезды нашего шансона. Вячеслав Кириллович Иваньков популярен в нашей стране не меньше, чем Алла Борисовна Пугачева или, скажем, Майкл Джексон в Америке. Япончику шили убийства двух турок. По версии следствия, он расстрелял их 13 лет назад вот здесь, в одном из московских ресторанов. Это съемки 90-х. А потом Иваньков уехал за границу. Спустя время нашлись свидетели, и дело было раскрыто. О новом обвинении япончик узнал в пенсильванской тюрьме строгого режима. Позиция Иванькова, подтвержденная затем в суде, заключалась в том, что он никакого отношения к убийству не имеет. В тот злополучный вечер в ресторане «Фидан», а именно там, по версии обвинения, было совершено преступление, он не находился. Отсидевшего 10 лет в американской тюрьме Иванькова депортировали в Россию и прямо с трапа самолета увезли в матросскую тишину. Я помню, здесь его встретил спецназ в аэропорту, и тут же его повезли, по-моему, на беседу, на Житмину, где он дал слово одному из замминистров, что он будет вести себя тихо, а никаких разборок не устраивать. Я горжусь за славу Иванькова. А друзья из шоу-бизнеса поддержали Япончика очередной проникновенной песней. Вот по поводу этого Илья Резник, мы с ним написали песню «Тишины хочу». Там есть такие строчки. «Тишины хочу, что поле до березки тишины, но только не матроски». Япончика судили присяжные и единогласно оправдали. Доказательства прокуратуры были признаны неубедительными. Япончик выглядел интеллигентным человеком, не способным на такое зверство. К сожалению, скажем так, адвокаты обвиняемых всегда себя вели далеко не безупречно, широко применялось так называемые коррупционные связи, которые, безусловно, использовались, задействовались, иногда не напрямую, там через несколько посредников. Защищал тогда Япончика Александр Говштей. Годом позже эффективного адвоката, добившегося оправдательного приговора для Иванькова, арестует в Испании по подозрению в связях с русской мафией и отмыве денег из стран СНГ. Он опекал тогда грузинского авторитета Захара Калашова и, по версии испанской полиции, помогал ему руководить преступной прачечной. Он год провел в испанской тюрьме, но был оправдан и вернулся в Россию. Самым чистым и однозначным судебным процессом в своей биографии он называет «суд над Япончиком». Иваньков не убивал. От дела не осталось ничего. Очевидцы не признают в Иванькове убийцу. Объективно его участие ничем не подтверждается. Москва. 12 октября 2009 года. Всю ночь перед погребением Япончик находился в часовне на Ваганьковском кладбище. Над ним читали псалтирь, отслужили всенощную. Церковь всем грехи отпускает. Поэтому и он, как человек крещённый, православный, он имел полное право быть отпетым. Такого наплыва бандитов эта часовня никогда не видела. Братки подходят к гробу Япончика с охапками свечей, размашисто крестятся. У многих слёзы на глазах. Изредка заезжали машины тонированные. И, в принципе, машины ставали так, и что понять, кто выходит, кто идёт в церковь, где уже находился гроб с телом Иванькова, был нельзя. У входа на кладбище действует жёсткий фейс-контроль. Ворота кладбища приоткрываются только с разрешения старшего, пугающего своим свирепым видом. Дальше гостей встречает племянник Иванькова, Евгений Слускер. Всех, кто кажется подозрительными, настойчиво провожает к выходу. А те, кто прошли фейс-контроль, сортируются по чину. На вершине стоит вор в законе. Потом криминальный авторитет ниже. То есть вор в законе, он... такой мозг. Чуть ниже авторитет уголовный. Потом идут бригадиры, пехотинцы и так далее, и всякая шушерка. Став вором в законе, Япончик заботился о своей бывшей семье, но считал себя человеком свободным. И завел роман с Калиной Никифоровой, женщиной, о которой в криминальном мире ходят легенды. Она знала все о всех преступлениях его. Она была как бы ее личный секретарь и сожительницей, любовницей. Калина была прирожденной аферисткой, работала в 70-е годы в торговле, виртуозно воровала, потом занялась спекуляцией валюты и продажей антиквариата. Встретив, Япончика освоила рэкет. Вместе они застращали и выпотрошили немало зажиточных граждан. Однажды Япончик попался на вымогательстве денег и машины «Волги» у одного театрального администратора. От милиции он уходил, отстреливаясь. Но его поймали и упекли за решетку. В это время уже на Иванькова было заведено дело так называемого оперативного учета, которое шло под таким грифом «наглец». И влюбленная Калина быстро собрала огромную сумму и дала следователю большую взятку. И дело спустили на тормозах. Но Япончик все же сел в тюрьму. Преступлений за ним было много. Там действительно работал практически весь московский уголовный розыск, потому что это долго разрабатывалась эта операция. И его ждали действительно около дома. Милиция нагрянула в квартиру Калины в надежде найти залежи денег и награбленных ценностей. Но ничего не нашли. Калина успела все спрятать. А на допросе вела себя очень нагло. И говорила, что милиция совершает большую ошибку, посадив за решетку такого человека. Она вела себя очень вызывающе. Вы честный человек, который вам всю жизнь работал, помогал за вас. В Южном порту у вас что творилось? У вас в Южном порту убивали, грабили ежедневно. Вы чего? Ушами. А япончик, он наводил порядок там. Оттуда отшивал преступный элемент. В советское время воры в законе были людьми, от которых даже на свободе всегда исходил жуткий запах зоны. Их внешность, манеры, речь. Все выдавало в них сидельцев со стажем, не обремененных никаким образованием, кроме тюремных университетов. После перестройки воры в законе стали выглядеть по-другому. Нарядились в костюмы, и было непонятно, банкир это, бизнесмен или криминальный авторитет. Вором являетесь вы? Да. 50 лет стажем, я же не могу быть рабочим депутом. Дед Хасан благоухал французским парфюмом. Любил красивую одежду и впечатление производил весьма благообразного мужчины. Он втайне от братвы взял деньги запчика и вложил несколько миллионов долларов в пирамиду ГКО. Искупив немало бизнесов, жил как арабский шейх, отринув все понятия и правила скромной жизни. А япончик был первым вором в законе, который отличался серьезным интеллектом и постоянно повышал свой культурный уровень, что внушало его друзьям просто священный трепет. Столько сидел, столько страдал и при этом столько читал. Это были философские книги, исторические, мемуарные книги. Ямантень, Макеавелли, Вольтер, Мамардашвили. И вот очень интересные его ремарки на полях. Где-то они со знаком вопроса, где-то со знаком восклицания, где-то едкие, ернические, но почти всегда очень глубокие. Детство Иванкову пришлось на голодные военные годы. Родился он в 40-м году, рос без отца, был очень привязан к маме. Она была верующим человеком, и япончик вспоминал, что у нее была просто мания чистоты. Говорят, она даже утюжила деньги, считая, что на них очень много грязи. Все время что-то стирала и гладила. Иван Кирилевич мне рассказывал, что после войны он учился, закончил эстрадное цирковое училище, и он был акробатом. И, возможно, он стал бы работать в цирке и прожил бы совершенно другую жизнь, если бы однажды во время тренировки не упал с трапеции и не получил серьезную травму. Стало понятно, что в цирке ему не работать. И он пошел на улицу воровать и грабить. К сожалению, эти университеты не стали зданием МГУ, а стали университетом преступного мира. Распорядителем на похоронах япончика был дед Хасан, уважение которого Вячеслав Иваньков заслужил в начале нулевых, когда империю деда Хасана рвал зубами Тарьел Аняни по кличке Таро. Деду Хасану сказали, разрулит эту историю только япончик, который владеет искусством переговоров, как никто другой. Умный, хитрый, изворотливый. Это было, да. Умел держать слово. Это было. Япончик тогда договорился и с Таро, и с другими авторитетами, рискнувшими воевать с дедом Хасаном. Завязалась крепкая дружба. Фамилия милка? Усаян Аслан. Усаян? Аслан Усаян был главным вором в законе на постсоветском пространстве и человеком, по чьей команде было убито огромное количество людей. Одна только межпланная война деда Хасана и братьев Агановых унесла порядка 150 человек с той и другой стороны вместе взятых. А братва называла его не дедом, а ласково дедушкой. И он выстроил образ глубокого, мудрого человека, который свято чтит криминальные традиции и вершит всегда справедливый суд. Этим же даром производить прекрасное впечатление обладал и япончик. Когда его арестовали и готовили к суду в Соединенных Штатах, то американцы не могли поверить, что этот интеллигентного вида очкарик – король русской мафии. Ну, в общем, он очень красивые слова упоминал, мифологема. Даже его переводчик во время последнего слова япончика вызывал меня несколько раз в коридор и спрашивал, как сказать, клеврет по-английски. Он мог, я не знаю, особенно в очках, он мог сойти за священника. Я уверен, что если бы он пришел в православную церковь где-нибудь у нас в Нью-Йорке, то его бы приняли как своего. Дед Хасан пережил япончика на 4 года. И это было страшное для дедушки время. Криминальный мир перевернулся с ног на голову. Продолжался страшный передел сфер влияния. И дед Хасан уже не был неприкасаемым авторитетом. Выросло новое поколение беспредельщиков – воров с купленными коронами, хладнокровных убийц без понятий. Деда Хасана убили возле ресторана «Старый Фаэтон», который он превратил в свой офис. Убийство деда Хасана и япончика – это звенья одной цепи. Это одна и та же война, это одна и та же конфликтная ситуация. Убийство вора в законе – невозможная вещь для преступного мира. Голубую кровь проливать нельзя, а убийство такого человека, как япончик, просто перевернуло криминальное сообщество. И Ваньков был идолом, богом, непререкаемым авторитетом. Его характеризовали как некоего третейского судьи в этой среде. Он был, конечно, уважаемым человеком. Ну, авторитетным, в хорошем смысле этого слова. При задержании каждый вор в законе обязан назвать свой чин. Это – железное правило в криминальном мире. Вор? Вор в законе? Вор в законе, я сказал? А? Погоняла? А? Стоит один раз откреститься от звания, и корону потеряешь. А то и убьют. Вор в законе, я не знаю, что такое. Что такое не знаешь? Ну, что, прикинь и вы заходите. Вот эту кассету? Кассету. Шакрус, карму, шакру, молодец, бельта, с вами покажу. Понимаете? Как-то трестился, порой заходят. Япончика короновали в тюрьме в середине 70-х. К этому времени у него уже была богатая криминальная биография и высокий рейтинг. На церемонии присутствовали Гуга Ереванский, Толя Черкес и другие воры старой формации. У Иванькова были воровские звезды, так называемые, восьмиконечные звезды на груди. Их имеет право человек, который отбыл определенное количество лет, не контактировал с охраной, с операми, не признался, не признал вину. Его не раз пытались заставить отказаться от титула. Подсаживали ему в камеру агрессивных граждан, которые хотели, как говорится, на тюремном сленге, его обидеть, то есть сделать из япончика пассивного гомосексуалиста. Иваньков давал решительный отпор. Был готов убить. В Тулунской зоне, где он провел 14 лет, его сажали надолго в ледяной карцер, пустую бетонную коморку, в которой зимой было минус пять. Он там все время ходил, не спал, естественно, отжимался от пола, приседал для того, чтобы поддержать тепло. Однажды к замерзающему япончику зашел высокий проверяющий. По правилам, Иваньков должен был встать, но япончик остался сидеть на полу. Управляющий закричал, как фамилия, почему не встаешь? А япончик ответил, что его фамилию знают все. На него спустили собаку. Слава говорит, я бы, конечно, ее загрыз, эту овчарку, но она в полете. На половине полета падает на пол, скулит и ползет к нему. Проверяющий был потрясен. На зоне все слушались Иванькова, даже свирепые псы. Япончик неохотно встал и припечатал его словами. Ты сюда пришел, потому что ты очень хотел на меня посмотреть. А посмотреть ты хотел на меня, потому что ты очень хотел бы быть таким, как я. Но у тебя не получится. Москва. 12 октября 2009 года. Проститься с япончиком приехала вся элита криминального мира. По негласным законам в дни прощания с ворами в законе милиция не трогает даже тех, за кем давно ведет охоту. Гробу подходит московский вор в законе Константин Гинсбург по кличке Гизи. Алимжант Ахтахунов, тайванчик. Тбилисский вор Эдик Асатрян, Эдик Белисский. Хозяин раменок Олег Шишканов по кличке Шишкан. Вытаскивали из этих автомобилей просто охапки, роз, двухметровые венки какие-то, которые стоят несусветных денег. Надписи на венках говорили о том, что япончика чтили по всей стране. Для разрешения споров к нему обращались даже с Дальнего Востока. У гроба отца стояли два сына, Эдуард и Геннадий, которые выросли, его почти не зная. Отец все время сидел в тюрьме, был в бегах или за границей. Он очень хотел, чтобы его похоронили рядом с Танечем. Понимаете? То есть вот он очень почему-то хотел. На Ваганьковском кладбище лежит немало криминальных авторитетов. Памятники дорогие, часто сделаны из бронзы. Владимир и Рудольф Агановы изображены людьми с одухотворенными лицами. За каждым полноводные реки крови. Рядом с Высоцким роскошный памятник Амирану и Атаре Квандришвили, криминальным отцам 90-х. Первым убили Амирана, старшего брата. Младший Атаре стал жертвой войны славянских и чеченских ОПГ ровно через год. Все были на этих похоронах. Цвет российской, московской милиции. Такие похороны устраивали разве что Юлию Цезарю, может быть, каким-то императором великим. В 94-м у могилы Квандришвили собрались звезды кино и эстрады, важные чиновники, политики, деловая элита. Это были первые в России публичные похороны короля Тиневого мира. И речи, которые люди высказывали во время этих похорон, свидетельствовали о том, что умер отец нации. Умер человек, который на самом деле является благодетелем и восстановителем справедливости. Но япончик своего друга Квандришвили переплюнул. Его похороны походили на прощание с выдающимся государственным деятелем. Казалось, что процессия скорбящих будет двигаться по кладбищу бесконечно. Гроб вора в законе накрыли государственным флагом. И у могилы говорили, что он был хранителем и настоящим патриотом России. И вот тут, я считаю, государство сделало большое упущение. Надо контролировать такого рода выборы. Надо иметь свою агентуру. Потому что, не потому что флаг жалко, все сгниет там. А мораль, нравственный аспект. Потому что это смотрит народ. Москва. 1991 год. Загадали в нашей жизни. Первые дни на свободе. Япончик совсем недавно вышел из тюрьмы. Давайте еще горяченького дам вам немножко. Горяченько. Мало едите. Паша тоже первое время так мало ел. И Паша, и другие за этим столом прекрасно знают, как тяжело желудку после тюремных харчей воспринимать все эти разносолы. Самое главное, там сейчас ничем не занимаюсь. Япончик должен был отсидеть 14 лет. Но его освободили досрочно. Раньше, на три года. И эксперты утверждают, что своим досрочным освобождением Иванков обязан президенту России Борису Ельцину. В начале 90-х в России был ужасающий разгул криминала. И к офтальмологу, и депутату Святославу Федорову обратились с просьбой. Святослав Федорович, если будете встречаться как депутат с Ельцином, скажите, что есть человек, который может вообще-то разгрести всю чеченскую эту мафию, команду. И он ему сказал, кто такой он. Он говорит, ну вот, говорит Иванков Вячеслав Кириллович, который отбывает меру наказания 14 лет. Он авторитетный, он может здесь навести порядок. Освободившись, Япончик начал войну с чеченскими группировками. Но, видимо, почувствовал, что силы неравны. И предпочел уехать в Соединенные Штаты. Бригады у Япончика не было. Когда он приехал, он приехал на пустое место. Ему такой Алик Магадан, давно уже покойный, подарил свою бригаду, у него была целая компания Громил, и они стали работать на Японца. Кроме Рэкета, Япончик занимался разными видами мошенничества. Америка казалась ему страной непуганных идиотов. Ослиную мочу подмешивали в бензин, да, и занимались, и продавались бензин, и занимались фиктивными страховками. Но в 95-м, в результате служной спецоперации, Япончик был арестован. У ФБР было на него уже толстое досье, в котором детально были расписаны все подвиги главаря русской мафии. Япончика посадили два афериста, которые украли деньги у владельцев Чаробанка. Япончик хотел их вернуть хозяевам, немножко поднажал. Но дело было в Америке, и там так нельзя. А он просто лоханулся. Потому что наехать на богатых людей и думать, что они наложат в штаны, и не пойдут в FBI, и не обешивать себя магнитофонами, мог только полный дилетант. На суде он не раз раздражался русским матом. Но как же так? Как может правосудие вставать на сторону кидал? Но загремел на 10 лет. Это было вымогательство, то, что называется у нас extortion. Это, наверное, одно из самых тяжких преступлений. В американской тюрьме ему было очень плохо. Будучи страшным расистом, он тяжело переносил присутствие темнокожих. Никто не знал, какой он великий. Ему не с кем было пообщаться, не было русскоязычных. Но даже за решеткой в далекой Америке он умудрялся рулить криминальными бизнесами в России и решать вопросы. Однажды на одном из пышных банкетов, на котором собрались самые богатые и влиятельные люди Москвы, тост за него поднял дед Хасан. Поднял бокал и сказал, что я хочу выпить за нашего очень близкого друга. За славу Иванькова, который сидит на поганой, крытой американской зоне. И через минуту собравшиеся услышали голос. Прямое включение из американской тюряги. Назвался звонок, и этот звонок вывели через усилители на весь ресторан. Иваньков поименно благодарил всех присутствующих в зале. Москва. 12 октября 2009 года. В дни прощания с королем преступного мира у Ваганьковского кладбища собралось немало журналистов и было разбито немало камер. Но кадры шокирующего погребального шоу все равно увидела вся страна. До этого работали саперы. И работали они не зря, потому что говорят, что рядом с кладбищем была обнаружена машина, где было два автомата и, в общем, по-моему, склад оружия. О том, что могут устроить прямо на могилах бандиты, Россия узнала в октябре 1996-го, когда на Котляковском кладбище прогремел взрыв на могиле председателя фонда инвалидов войны в Афганистане, Михаила Лиходея. Погибло 14 человек и 30 получили тяжелые ранения. Ужасное зрелище, конечно, было, когда вот эти вот внутренности подоют в деревьях. Вот это, когда на могиле, вот все это взорвалось. Если отбросить романтику и личное качество Япончика и просто посмотреть на его криминальную биографию, то становится понятно, что это просто гениальный жулик. В молодости ему не раз удавалось уходить от тюрьмы, хотя посадить его нужно было много раз за грабежи и зверские драки. Япончик талантливо изображал сумасшедшего и морочил голову всем, кто хотел бы видеть его за решеткой. Причастность его к серьезным преступлениям милиции доказать не удавалось 8 лет, хотя косвенные доказательства были, да еще какие. И когда его наконец-то осудили за вымогательство и дали огромный срок, он внушил начальнику колонии, что прислан сюда как смотрящий и в подчинении у него все воры Советского Союза. Япончик в натопленном доме, с огромным столом, в майке и в трусах, сидит на столе в позе лотос, перед ним банка икры, коньяк французский, и напротив него сидит начальник санчасти. Это было санчасти. Начальник санчасти, который пьет коньяк и играет с ним в шахматы. Вот так сидел Япончик. Япончик был очень богатым человеком, и основным источником его супердоходов были расплодившиеся казино. Каждый вечер ему привозили баулы черного нала. Кучу денег они заработали, при этом никого не надо было убивать. Посадили пол Москвы на игровую иглу, все играли, все с ума сошли. Поэтому еще до смерти Япончика, пока он находился в коме, встал чрезвычайно острый вопрос – кому достанется его богатство? До деда Хасана, который скупал металлургические заводы, ему было далеко. Но несколько миллионов долларов у Япончика было. Кто его убил, обсасывали там этих персонажей, и Таро, и деда Хасана, и там кого только нет, и Шакро якобы заказал его из Испании. И это чеченцы, и это азербайджанцы, и это какие-то марсиане. Очень было много версий, да. Но ни одна из них, по крайней мере, не стала приоритетной. Но убийца Япончика, конечно, найден. И давно наказан за то, что застрелил уважаемого всей братвой человека. И давно уже лежит в земле сырой. Они сами быстро все находят, они сами все знают. А в органы – это ни к чему. Для них это ни к чему. Да и органам это ни к чему. Памятник на могиле Япончика – это огромная трехметровая стена. На ней справа крест, а слева решетка. И Вячеслав Иваньков сидит на каком-то нелепом табурете. Этот табурет, он стоит очень неудобно, наклонно стоит. Но слава сидит на нем крепко. Он похоронен рядом с любимой мамой, которая называла его упорхнувшим воробушком. Япончик однажды на зоне ударил табуретом по голове надзирателя, который разорвал ее письмо. И больше всего на свете боялся, что она узнает, чем ее славик занимается на самом деле. Редактор субтитров А.Семкин